В общем, опять перед вахтой не спится, как обычно. Сейчас время 35 минут. 35 минут 12-го. Сейчас пойдем, короче, принимать вахту. Но для начала надо умыться, одеться и вахтить. Сегодня у нас вахта 6-часовая, поэтому будет тяжко. Ну а что делать? У нас работа такая. Сейчас, кстати, покажу. Обещал обзор каюты сделать. Бардак. Это, кстати, нормально для большинства моряков, так что обращать особо внимания не стоит. Маяк каюта. Все здесь. Ну так как я штурман, у меня куча и мумак. По всякой нужной теме. По грузовым, по сэфти. Ну, что-то из медицины, что-то из протеинов, что-то из парфюма. Тут же камера, тут же клей. Ну и всякая лобутень. Погнали. Душевую посмотрим. Здесь, кстати, что? Спасательные тоже, да? Гидрокостюм, жилет. Ну, тут вещи, понятно, в ящиках ничего интересного нет. Здесь обычно скидывают шмотки, которые планирую уже стирать. Вот. Вот душевая у нас такая. Ну, соответственно, все, чистые висят. Самое главное, так вот уже закончилось. Ну, как-то вот так, ребят. Живем. Надо прибор генеральный делать. Так, я скоро домой уже поеду. Через, спокойно, три недели, четыре. Вижу, белого все сделаем. Ну, что, погнали на вахту. Ну, сейчас мы пройдем еще через камбус. И дальше уже менять Толяна. Все, ребят, к вахте готов. Все под расходом, как положено. Татки. А самое главное, с задниками они должны быть, да? Ну, и, соответственно, носки, носки. Красные. Обязательно. Иначе удачи не будет. Блин, не в курсе, что я его буду снимать. Но я думаю, он не обидится. Что, у нас сегодня пожрать есть. Пожрать у нас, кроме фруктов, сырых яиц, салата из макарон, креветок, брокколи и риса. Ничего, в принципе, то и нет. Ну, еще тут всего-всего навалом. Но не особо калорийная пища. Ладно. Перекусываем. И побежали дальше. Капитан, капитан, улыбнитесь. Ведь улыбка – это флаг корабля. Вот. Почти уже до мостика добрался. Сейчас Тарян удивится. Он не знает, что я блогер. Наверное, придется скоро раскрыть тайну. Здорово. И что, ты как? Как это все спокойно? Ну, это хорошо, что спокойно. Как это может быть, я подругу? Подруга у нас Питера. Майкеры хотели бы перететь. А, он что, сбавился? Да, сбавился, наверное, до 80. А что, он больше быстрее ехал? Ну, да, уже стояли под 85 врулить. Да? Ну, нет, я пришел 80 был. Ну, а скром 9. А мы ехали по 11. Ну, а если что, там позбавишься? Утром. Магнит уже заебал. Звонил, нахуй. Потом, блядь, в 23 подтвердит. У нас тут и приходите. А что, к нам кто-то приедет? Там сварщики? Магна приедет. Электричный. Фредди приедет. Супер, который миленький, ступер товарищ. Не знаю, а что тут? Мы ему дали погоня, он грустный. Фредди, да? Да, да. За выбор с ним. Не знаю, блядь. Я ему дали, что 9 при этом приедем, блядь. А, он такой. Окей, блядь, ну, будем ждать вас там. Пробудем несколько часов на обзорвить. Там пока едешь, там, в 2-3 часа. Будут тут шоплы, там, отказать. Вроде должны клапок провести для этого. Тип танков, да ладно. А, он не открывается. Не закрывается. Да, он не работает там уже. Полгода, эти танки вообще не трогали. Ну, может, махер ему заварить эти танки вообще? Да, они особо не нужны. Мы можем, короче, оставить за контрабандную, за сигарет. Сейчас, как раз, выбор пойдем. Сейчас выборы, а потом на Исландию. Раньше так же делали. Танки и сигареты мы забили. И мы сразу же квартиры отобьем, приедем уже на Искат и будем ездить, блядь. Да, чтобы не посадили. Тоже нас посадили. Поморы. К такому прогрузу не ответил хитрой руку этот евреевый. Ну, Исландия. Точнее, Верландии. По поводу того, что перегрузим проход. Расберемся уже на место. Главное погода по пути в Ирландию поставить, чтобы минусовой температуры не было. Да, я боюсь, что не то, что минусовой, там, бездес, наверное, вообще надо. Там, конечно, вся жопа оттуда на Норвегию идет. Будем над ходу ряд долбить. Ну, и как раз Андрюша Шевдаков работает, да? Ну, и он такой, что он, водки выпил, бутылку, блядь. Пошел грузить. С Голландией, что ли? Они не Исландию постоянно гоняют. Голландией, да. Греб безвестный. Жестокая линия. Сдух перехода хороших. Да, голова-ногие, да? Ну, он экстремал, да, и ухо. Да, ему терять нечет. Да, вообще, да. И без башни. Женился, наверное, он учился, наверное, нормально все. Да, говорит, уже развелся. Говорит, у тебя же дочка уже родилась. Ну, все, говорит, на развод подал. Только родилась, он, блядь, с рейса вернулся на хуже с другой, блядь, и та уже беременная, нахуй. Уже, блядь, и там сын родился, нахуй. И он пропал, короче, где-то. Да, блин, ну, все. Никаких вариантов нет уже. Я так понимаю, он съебал с Архангельского. Только так действует. Ну, что, ребят, вот так происходит стандартная процедура от кровати до мостика. Перед каждой вахтой, да. Что хочу посоветовать именно, да, стараться, конечно, сон свой настраивать уже, желательно, даже, наверное, когда вы еще дома. Вот, то есть, если вы знаете, как вы будете стоять вахту, то вы можете, в принципе, подготовиться. У меня, допустим, ночной режим, он, в принципе, и дома. Я ложусь спать, в основном, где-то, так, в 2, бывает в 3 часа, да, соответственно, ночью. Вот, и, как бы, для меня, в принципе, это уже привычно, да. А некоторые ребята, вот, знаю в своем опыте, что реально уезжали с судна, потому что не могли именно, вот, с режимом свыкнуться. То есть, он стоял в вахту, там, ночью, да, и потом, значит, до 7, до 8 утра он не может уснуть после этого, да, после 4-х часовой вахты. Он 4 часа не может уснуть, соответственно, у него проблемы возникают. Сном 2 недели, все, человек полностью выдохся, поехал домой. Вот, так не должно быть. Вы должны себя настраивать. Спать по-любому надо. У меня бывают сбои такие, как сегодня, это нормально, потому что я днем выспался, и вот, сейчас, в принципе, я пока еще спать не хочу, хотя сейчас время еще только пол первого, еще 5 с половиной часов. Но, тем не менее, я себя знаю, организм не знаю, не усну, не усну на вахте, ни в коем случае, соответственно, вот, донесу ее, вот. Кофейку можно выпить, чтобы взбодриться еще. А, как правило, после ночной вахты у меня сон вообще идеальный, то есть, с пол седьмого я утра уже лег, и, ну, и пол двенадцатого просыпаюсь уже на обед, стандартный, стандартный сон, в общем, у меня между вахтами. Ну, и по возможности, когда переходим 4 через 8, когда фьордов нет, соответственно, спим уже больше 6-7 часов. Сейчас мы уже, опять же, да, где-то полторы недели почти, мы опять 6 через 6, все равно усталость накапливается, но, опять же говорю, привыкаешь, и есть возможность, спишь. А так, по поводу приема вахт, вот, сами все слышали, да, ну, стандартный разговор, там, какие-то истории про кого-то. Также мы сейчас идем, допустим, судовладелец должен приехать, мы постоянно не проскакиваем этот район, где судовладелец живет, вот, они на кадре приезжают, вот, соответственно, кого-то привозят, там, бывает, ну, сейчас вот раз электришина привезут, в прошлый раз мы скидывали старое снабжение, аккумуляторы, допустим, там, другой раз мы что-то еще, может, выгрузим или примем, но, по мере необходимости они что-то привозят, да, соответственно. Ну, и сами, как бы, смотрят судно, как, в каком состоянии, ну, судовладелец, да их два брата, соответственно, они, бывает, либо тот, либо другой, бывает, вдвоем приезжают, смотрят, вот, соответственно, как бы, ну, им нравится, в общем, они, все суда, которые в этой компании, они ни одно стараются не пропустить, чтобы обязательно зашло, потому что, ну, допустим, ехать, допустим, где судно в Германии, допустим, стоит, да, и лететь туда, чтобы долго посмотреть судно, там, на пару часов, ну, смысла нет. А когда есть такая возможность, недалеко от дома, это вообще просто идеальная возможность проверить, так скажем, свой транспорт. Ну, и все на этом, ставим лайки, ребят, репосты, как вам видос, пишем комментарии, все, всем пока.